С вами удаленные новости доты. Головач лишился всего инвентаря доты после взлома стима. Эритель рассказала, что целый год хотела уйти в мир иной. Экс-ведущий интов Факер лишился всего из-за военно-политического скандала. Сэп поведал, что она не говорила ни слова во время игр за Аджи. Сегодня первая новость будет про саудовский чемпионат мира по киберспорту. Это в рамках которого проводится летний инт от шейхов, он же Ирият Мастерс. Еще во времена первого анонса я подумал, а не планируют ли они менять дислокацию? Валфон Сиэтлом уже давненько не ограничиваются. Да и в реальном спорте те же чемпионаты мира или олимпиады всегда в разных странах. Что ж, саудовские шейхи все делают по-своему. Твоему вниманию новая локация чемпионата мира по киберспорту. Если ты вдруг не понял, то чемпионат остается в Саудовской Аравии. Однако он действительно переехал и теперь будет проводиться в городе Кидия. Представь себе, это тот самый город киберспорта за полмиллиарда баксов, о котором я рассказывал где-то год назад. Шейхи пообещали закончить его в 2024 и, как видишь, не обманули. Для справки, Кидия это город, который выстраивают посреди пустыни полностью с нуля. Расположен он недалеко от Эррияда. И, что немаловажно, киберспорт по замыслу шейхов это лишь одна из его частей. Еще одна, к примеру, будет спортивная и там скоро построят вот такую трассу Формулы 1. Третью часть отвели под огромный парк аттракционов по типу Диснейленда. Вот так выглядит Кидия на бумаге, ну, точнее в виде 3D модели. Как ты понимаешь, она пока еще строится, а в ближайшие 5 лет обещают закончить. Естественно, будет и огромная жилая часть, это же город, а не ТЦ. Население, по предварительной оценке, составит в районе полумиллиона человек. И это, больше чемпионат мира по киберспорту переезжать не планирует. Организаторы заключили с Кидией контракт на проведение ивента на ближайшие 3 года. Стример Головач сообщил, что его аккаунт Стима хакнули. Злоумышленники не стали ничего красть, а просто подчистую удалили весь инвентарь. Ценности там, естественно, были. Например, пропал вот такой лук на дровку за 200 тысяч рублей. При этом, как именно злоумышленникам удалось получить доступ к акку, остается загадкой. Никаких уведомлений о попытках входа с нового IP не приходило, а пароль был надежным. Лично я думаю, что у Сереги украли так называемый ключ API. Он нужен для авторизации через Steam на разных сайтах. Если заполучить ключ API, то доступ будет напрямую к твоему инвентарю, без входа в аккаунт Стима. Проблема на самом деле довольно распространенная. Только обычно в таком случае инвентарь не удаляют, а крадут. Вот, у моих товарищей из Лискинс даже заметка на этот счет имеется. Самому же Головачу стоит выполнить вот эти шаги. Если, конечно, он их еще не выполнил. Занятный факт. Удаление инвентаря произошло через пару часов после победы Ростика и Головача в боевом кубке 8 уровня. А занятно это потому, что Ростик купил сдачу соперников за деньги. Ливните 15 тысяч, дайте шанс, отпустите его, я вас реально... Забирайте бабки, 15. Мы согласны. Соответственно, противники сделали мега-крипов, а потом просто сами написали КГ или в нуле. Похоже, кому-то из зрителей Головача это очень не понравилось, вот они и решили отомстить. Габен на днях объявил грандиозную весеннюю распродажу игр в Steam. 90% на Left 4 Dead 2, Террария и Dead Cells за полцены. Даже скидочки на недавние хиты вроде Power World и Baldur's Gate 3 имеются. Правда, для покупки понадобится средство на кошельке Steam. Еще ж Kiwi недавно прикрыли, я знаю, некоторые через них пополняли. Что ж, у меня есть решение, прошедшее проверку временем. Используй сервис Steam Balance и ты навсегда забудешь о трудностях с пополнением Steam. Заходишь по ссылочке в описании, указываешь логин Steam, потом сумму пополнения и выбираешь способ оплаты. Доступны любые российские карты, юмани или даже переводы через СБП. После оплаты твой кошелек Steam пополнится моментально. Здесь же есть отдельный раздел со скидками, где ты можешь посмотреть самые вкусные предложения распродажи и сразу же пополнить Steam на нужную сумму. Но и это еще не все. Steam Balance постоянно проводит розыгрыши среди своих пользователей. Каждый день разыгрывается 10 халявных пополнений Steam на 500 рублей. Каждую неделю еще 5 пополнений по 2500 рублей. Ну а главный везунчик по итогам месяца забирает на верхонький Steam Deck. В общем, бегом по ссылочке в описании, пополняй Steam, закупайся на распродаже и выигрывай крутые призы. Казалось бы, прошла лишь пара дней с прошлого выпуска, а перестановки в командах все равно успели случиться. Во-первых, Аврора объявила, что на место Армела берет на постоянку украинца Лоринофа. В принципе, логика в этом присутствует. Вспомни Дрим Лигу. Ребята, топ-1 первой стадии были, и это-то в группе Secret, Extreme, Liquid и Rebellion. Должен отметить, что анонс Лоринофа прошел довольно необычно. Вот знаешь, как есть бюджетный косплей, так вот это был бюджетный анонс. Вообще, рофлы рофлами, а составчик-то у Авроры вполне себе. 23 Savage, Jobs, Oli, плюс инвайты на почти все топ-турниры. Это я к тому, что Лориноф-то себе козырное местечко урвал. Скажем так, прыгнул с тир-3 помойки на топ-1 уровень, с чем я его и поздравляю. А вот про два следующих решафла я такого сказать не могу. Речь пойдет про Альянс и Бейт. Ты же помнишь, что Алики пытались собрать состав в декабре, но по итогу всех распустили. Там еще какие-то терки с контрактами были, в общем не пошло. Ну так вот, недавно Майл Шторм написал, что Альянс камбэкают в доту с новой пятеркой. На первый взгляд, прирожденные тир-3. Хоть какими-то достижениями здесь обладает лишь Витюн. Плюс имеется солянка из трех русскоговорящих и двух европейцев. Если кто подумал, что это вброс на пустом месте, то ловите еще пруф. Витюн недавно прилетел в шведский город Гютеборг, где базируется Альянс. А его тиммейт Дезайер намекал, что их должна подписать некая скандинавская орга. Ума не приложу, зачем Лоди подписывать очередной тир-3 микс, но да ладно. У Дэнди в Бейтах дела обстоят еще хуже. Недавно он от безысходности взял на кэри обычного 18-летнего пабера со 150-м местом в ландере. Вот так выглядит обновленный состав Бейт. Никакими успехами после ухода из американского региона и не пахнет. Ребята, даже открытые квалы ни одни пройти не могут, не говоря уж о закрытых. Грустно, конечно, наблюдать подобное, но если Дэнди хочет играть, то пускай его право. Одна из самых известных девушек русскоязычной доты на днях поделилась шокирующей инфой. Речь пойдет про комментаторшу Эритель, ныне работающую в студии Парагон. В своей телеге она рассказала, что последний год пребывала в глубочайшей депрессии и раздумывала о самом плохом. В ее посте в деталях расписаны все симптомы, но я здесь выделил лишь часть. И уже от этой части лично я знатно прифигел. Как ты понимаешь, существовать в таком режиме было очень тяжко. Эритель призналась, что ее постоянно посещала мысль о самом... Ну ты понял, не хочу вслух произносить. Причем это не первый случай, в 2020-м было то же самое. Тогда она прервала лечение и соответственно не выздоровела полностью. На этот раз Эритель сразу решил идти за помощью к психиатру. Тот выписал ей ряд таблеток и назначил когнитивно-поведенческую терапию. Только вот таблетки эти нифига не помогали, а наоборот делали хуже. Пришлось их менять на другие, причем несколько раз. Лишь спустя полгода мучений Эритель наконец нашла то, что давало эффект. Также девушке сильно помогла назначенная терапия. В тексте там подробно описывается методика с примерами, я же покажу лишь суть. Твою проблему разбирают на запчасти, находят источники дискомфорта и устраняют их один за другим. Терапия продлилась 3 месяца и в совокупности с таблетками наконец дала результат. Год бесконечной депрессии завершился и Эритель вернулась к нормальной жизни. Что ж, искренне рад за Эритель, надеюсь в этот ад она больше не вернется. Хочу от себя добавить, что я включил всю эту историю в сегодняшний ролик не просто так. К сожалению, в СНГ в основном не принято относиться к заболеваниям психики серьезно. Какая депрессия? Да у тебя просто настроения нет, иди мороженку скушай и все будет окей. Некоторые вообще предлагают банально забить и смириться с болезнью. Мол, у многих вот жизнь гораздо тяжелее, чем у тебя, они ж не жалуются. Только та же депрессия не просто так относится к заболеваниям психики. Во многих случаях она не проходит сама по себе, и уж тем более она не пройдет от нескольких попыток поднять человеку настроение. Так что если вам кто-то из близких говорит о симптомах вроде тех, что описывала Эритель, то воспримите все максимально серьезно. Это как минимум должно стать поводом для обращения к специалистам. На недавнем подкасте капитан ОДЖИ СЕП выдал целый ряд интересных инсайдов. Во-первых, своего нового Кэри Тима Доам они нашли чисто случайно. И по все той же случайности он отлично вписался в коллектив. Дальше разговор зашел в русло коммуникации внутри команды. И вот здесь СЕП подметил одну занятную особенность. В общем, в текущих ОДЖИ Кэри не такой. Зато Тройка Виспер, как бы это сказать, английский не его стихия. Прикинь, у тебя там вовсю замес идет, а чел спамит фразочки комментаторов, дает пятюни и колесо чата юзает. И тебе в это надо еще вдумываться, пытаясь расшифровать, что человек хочет сказать. Что, не веришь, что команды могут так общаться и при этом еще результаты показывать? А как насчет двухкратной победы на Инте с Кэри, не говорящим в принципе? Ты представляешь, насколько это происходит? Ты представляешь, насколько те ОДЖИ были сильны, что взяли два Инта с немым тиммейтом? И насколько же креативно и умно они подошли к решению проблемы? Снимаю шляпу. Человек ни в какую не хочет общаться? Окей, пускай дает инфу вздохами. Еще один инсайдик в том подкасте подкинул инсения. Он касается недавнего скандального хода майн-контролла из Тундры. Помнишь, в качестве основных причин он назвал навязывание команде Зая и тренера? Так вот, инсения год играл с Заем в Ликвидах, и вот что он подметил. Я знаю, как Зай, и он не такой же человек, который слушает меня, и вот так мы двигаемся. Он каптанил нашим команде за год. Я не думаю, что один раз он поднялся на лон. Я думаю, что МС не знает, когда Зай был принят в Ликвидах. Все, что он знает, это хондра-сайд. На это, Сеп возразил, что дело могло быть в руководстве Орги. Оно, в принципе, не должно навязывать игрокам что-либо. Не важно, добряк Зай это или кто-то еще. Ну а дальше парни в подкасте сошлись на мнении, что очень не хватает мнения остальной четверки. Типа, как все это видит Пьюр или Топсон? Они были согласны с кандидатурой Зая и нового тренера? Или им реально их насадили сверху? Общался ли майн-контрол с ними? Или только жаловался руководству? Короче, для полного понимания ситуации не хватает инфы. Будем ждать вьюху с игроками Тундры. Следующая новость внезапно связана с политикой и факером. Это который начинал со мной на ProDot, потом был ведущим студии аналитики на многих интах и в мейнкасте контент делал. Примечательно, что пришла новость с канала на 2,5 миллиона подписчиков. Согласно тексту, российский букмекер Винлайн опосредованно спонсирует украинских военных. Ох ты ж, нифига себе, вот это заявление. Причем посредником как раз и является факер. Согласно статье, схема проста и прямолинейна. Букмекер спонсирует ежегодное шоу факера под названием ХПГ. Тот берет часть этих денег и отправляет украинским военным. Уже представил, что началось после того, как столь крупный канал выложил такую новость. Факер, конечно, попытался объяснить, что все это вброс. Например, он заверил, что деньги Винлайна не предназначались ему. Они целиком шли на разработку и реализацию шоу ХПГ. Я и не должен был брать деньги из Винлайна. Это должны были получать те, кто работали на ХПГ, Кодры и другие. Кроме того, лично он никогда не спонсировал и не призывал спонсировать украинских военных. Только проблемка в том, что обнаружилась вот такая запись из соцсетей Мейнкаста. Пруф. Мы покупаем снаряжение, продукты и медикаменты для армии и нуждающихся мирных жителей. На это Факер ответил, что на записи речь шла исключительно о сборах на гуманитарные цели. Я поучаствовал в видео, будучи сотрудником Мейнкаста в первые недели войны. Был сбор, предполагал, что это не сбор на передовой фронт, а предполагал, что это гуманитарная помощь. А фразу «для армии» он пояснил следующим образом. И медикаменты для армии? Для армии. Ну, конечно, для людей, которые были ранены, которые пострадали. Естественно, на передовой фронт я ни в коем случае не спонсировал и не агитировал спонсировать ВСУ. Когда же его спросили про снаряжение, Факер отметил, что нигде не упоминал технику, амуницию, дроны и прочие подобные вещи. Да и вообще, он снялся лишь в одном таком ролике два года назад. Причем снялся, не зная, что речь не о гуманитарке. Когда увидел полное видео, я сказал, ребят, пожалуйста, больше меня можно не приобщать к таким видео. Мне сказали, окей. И больше я ни к каким видео не приобщался. Видео в инстаграме, которому два года. Почему люди не прикладывают какие-то дальнейшие пруфы? Ведь если бы я был спонсором, как они утверждают ВСУ, то наверняка бы я организовывал какие-то... Что ж, версию произошедшего устами Факера ты слышал. Однако она прошла мимо большинства читателей паблика на 2,5 миллиона человек. Соответственно, на всех связанных с этой историей обрушилась огромная волна негатива. Пришлось в срочном порядке принимать меры. Это вызвало череду трясок среди тех, кто участвовал в ХПГ, среди там Винлайна. Коллективным решением было принято меня отшить, как чашпана из ХПГ. Я к ХПГ больше отношений не имею. Помимо того, что Факера выкинули из его собственного же проекта, были и другие последствия. Например, особо ярые Z-активисты закидали репортами все сервисы, с которых наш герой получал деньги. Именно таким образом ему отключили бусти и донейшн алертс. Основные репорты были связаны с тем, что типа я собираю донаты, организовываю сборы через донейшн алертс на ВСУ. В общем, пришлось Факеру не сладко, но вроде бы должен оклематься. Сам же проект ХПГ был переименован, а запуск отложили на неопределенный срок. Однако есть в этой истории и еще одна пострадавшая сторона. Я о Винлайне. Один из зрителей предположил, что на самом деле атака могла идти по ним. Очевидно, что вектор атаки на Винлайна ты просто под руку попал. И знаешь, я бы не стал озвучивать данную версию, если бы не одно большое «но». Спустя пару дней все в том же ТГ-канале выходит материал с постами КС-комментатора Слэма, где тут всячески поддерживает Украину. А знаешь, кем недавно стал Слэм? Правильно, амбассадором Винлайн. Более того, это их главная звезда, как, например, УББ в Доте есть Никс. Так что удары, вправду, мог быть не по факеру, просто оказался не в том месте. Если же ты ищешь, где обменять свои шмотки из Доты или КСа на реальные деньги, то лист скинс – то самое место. Ссылочка и мой промокод с бонусом в описании. Факт дня. Виртус Про сенсационно переиграли Team Spirit и прошли в финал в Анвин Дота 2 Series.